Всем привет, с вами снова Элина, и сегодня я хочу поговорить с вами на тему того, как одеваться бюджетно, но стильно. А идею для этого видео мне подала... Девушка, я кстати не помню, какая именно, но ладно. Кто спросил, тот поймет. Да, когда я была в инстаграме про мою трансляцию, спросила, что же интересно, девчоночки, вам посмотреть в моих будущих видео, и кто-то мне подал вот такую вот идею замечательную, мне кажется, очень интересный вопрос, и, наверное, многим он интересен, полезен и, да, захочется послушать. Так что давайте приступим. Я сегодня просто выражу свое мнение по поводу этого вопроса. Если честно, сейчас я больше стараюсь, как я вам уже говорила, покупать меньше одежды, но подороже, по более качественной одежды. Я не могу себя пока никак заставить купить что-то одно очень сильно дорогое на свои собственные деньги. То есть, конечно, когда есть вариант, что дает деньги муж и говорит, купи себе что-нибудь, то тогда еще можно. Но когда это мои деньги, которые я, например, откладываю, да, там несколько месяцев, мне жалко пойти и купить, не знаю, за полторы тысячи евро себе сумочку. Пока что я к этому еще не пришла, поскольку я не работаю сейчас, и, да, наверное, если у меня когда-нибудь все-таки работают с хорошим донораром, возможно, я начну позволять себе на свои деньги, что это более дорогое, но пока что это только вот у меня в планах. И пока что постепенно я стараюсь это реализовать. Кстати, уже мне пришла идея для следующего видео о том, как одеваться брендово, но дешево, я не знаю, как одеваться дорого, но недорого. Короче, да, ну ладно, я опять ушла в другую тему. Так вот, но все-таки я всегда уважала, знаете, людей, которые могут на небольшие деньги одеться очень стильно, потому что я всегда считала, всегда говорила, что, и говорю, что главное, чтобы у человека был вкус, потому что можно одеться на миллион долларов, но выглядеть на десятку рублей, а можно одеться на десятку рублей, но выглядеть на миллион долларов, знаете. То есть, конечно, нужно главное, чтобы, наверное, было чувство вкуса. Хотя, опять же, возможно, кто-то сейчас возразит, потому что есть у меня тут такие мои любительницы, которые говорят, что я там полная безвкусица и все такое прочее, но я считаю, что у меня достаточно хороший вкус, мне нравится мой вкус, и это, наверное, самое главное. И я довольно-таки много комплиментов, в принципе, слышу по поводу того, что людям тоже нравится, что я ношу. Вот, и я люблю всякие яркие вещи, конечно, это не каждому дано понять, наверное, у каждого свой вкус, но да, ладно, я очень довольна сегодня почему-то углубляюсь на эти темы. Так вот, всё-таки как одеваться бюджетно? Вообще, это всё видео можно было бы, да, одним словом просто заснять, это магазин Primark. У нас есть магазин Primark, легендарный, в котором всё очень дёшево, там очень много ходят приезжих, сирийцев всякие, знаете, у людей, которые живут на посубе. Я там иногда хожу, подруги мои ходят, потому что там есть очень много уютных, классных, стильных вещичек. Нижнее бельё там мне нравится, домашняя одежда, то есть, если не хочется тратить на что-то, какие-то огромные деньги, вот, то можно покупать там. Я раньше там и одежду часто покупала, сейчас я как-то вот, знаете, у себя начала стопорить немножечко, потому что всё-таки хочется мне чего-то более качественного, потому что у меня был период, когда я чуть ли не каждый день ходила и покупала много одежды, потом я её раздаривала, я понимаю, что нет смысла покупать тонну одежду, надеть её один раз и всё, и потом её куда-то отдавать. Что лучше покупать, наверное, меньше, но что-то такое, что тебе захочется надеть второй раз, что-то более ценное, более дорогое, что будет на тебе красиво смотреться, что тебя сделает, так сказать, лучше, ну не знаю, может быть, в глазах других людей, восхитит кого-то, поэтому вот да, у меня такая политика. Поэтому в праймерке я стала покупать, конечно, гораздо реже, тем более одежду, в основном, может быть, аксессуары какие-то, ну, бывает, короче, да. Вот, и я думаю, что в каждой стране, в каждом городе есть какой-то магазин, или, может, в ближайшем каком-то крупном городе, с мера Кашем, где вы живёте, где продаётся одежда очень такая недорогая, потому что не каждый человек может позволить себе даже какие-то средние марки, да, у всех разный уровень всё-таки, поэтому я думаю, что везде такие магазины существуют, где цены идут ниже. Поэтому, во-первых, конечно же, нужно узнать, что и где этот магазин, как он называется, и можно туда сходить и также посмотреть, есть ли там что-то стильное. Вот, но если у вас есть праймерка, где вы живёте, обязательно сходите и посмотрите, если вы вдруг там ещё не были, хотя, мне кажется, он всех кто-то заманивает поначалу. Там, что мне нравится, помимо того, что вещи там дешёвые, они очень стильные, и там всегда есть распродажи на что-либо. Да, ну и переходя ко второму пункту, хочу сказать, что везде есть распродажи, как правило, в магазинах, особенно, как они называются, в общем, сетевых магазинов, кажется так они называются, да, а-ля H&M, Zara, C&A, не знаю, у нас здесь CoolCat, Bershka, ApoNB, это магазины, которые есть много где, Stradivarius, я знаю, есть у некоторых, у нас пока что ещё нет, лично в нашем городе. Вот, в таких магазинах, мне кажется, всегда есть хоть небольшой какой-то закуточек, но с вещами, где всё подешевле. Вот, я помню раньше, наверное, буквально ещё год назад, мы каждый раз, когда с девочками спонтанно собирались пойти потусоваться, я всегда люблю, если мы идём, короче, going out, надеть что-то новое. И я просто шла в H&M, покупала там за 7-10 евро на распродажу какой-нибудь классный комбинезончик или платье, знаете, все наряды, которые мне раньше нравились, ну, которые я думала, стоит ли на них тратиться или нет, это же там всего лишь H&M, зачем я буду там 50-40 евро отдавать за там H&M-ское платье. То подобно распродаже, как правило, эти платья все остаются, потому что, видимо, к примеру, голландские не сильно их покупают и носят, потому что я люблю вещи яркие какие-то, или секси, или там короткие, или вычурные, не знаю, короче, их не всегда и покупают, поэтому очень часто их можно найти в магазине уже с огромной хорошей скидкой. Вот, поэтому раньше H&M для меня это просто, не знаю, как называть, в общем, всегда у меня вручал. Но сейчас вот как-то в нём стали хуже коллекции, если честно, но тоже можно всё-таки что-то найти. Вот, так что сетевые магазины, я считаю, в принципе, они достаточно недорогие, и там всегда есть распродажи, поэтому на распродажах всегда можно найти что-то очень по такой приятной цене и купить. Но, опять же, что мне не нравится в сетевых магазинах? Вы можете встретить очень много людей, которые одеваются тоже в такую же одежду, поэтому сейчас для меня очень актуальна тема заказывать через интернет. Я вам уже несколько раз говорила про сайт Боха, я пока что с ним не сотрудничаю, так что это пока не бесплатная реклама. Вот, но мне этот сайт нравится тем, что, во-первых, у них достаточно быстрая доставка по Европе, по крайней мере, по-моему, они с Англией, мне кажется, шлют. Во-вторых, недорогая пересылочка, то есть, может быть, это 6 евро или 6 долларов, я не помню, она у них стоит. И очень классная цена, у них всегда есть тоже распродажи, всегда стильные вещи, то есть, по последней моде можно все там найти. Вот, сайт Боха, кстати, я не помню, сказала название или нет. Я вот от себя могу, в принципе, порекомендовать, я только там всего два раза пока что заказывала. Одно платье было 6 евро, пока что я покупала в Черную Пятницу, вторая вот кофточка была розовая недавно, я ее купила за 18, по-моему, евро. Вот, но там всегда даже до 10 евро уже очень много всяких нарядов, да, если в рубли переводить, сколько сейчас, это рублей 600, наверное, 10 евро, в принципе, 600 рублей за вещь, я считаю, это довольно-таки хорошая цена. Можно даже и дешевле найти. И мне кажется, у таких сайтов сейчас очень много интернета, да, сайта с одеждой, где очень есть недорогая одежда, поэтому, мне кажется, это вот классный вариант, чтобы не встретить, да, кого-то встречного в такой же одежде, то есть меньше уже вероятность, и найти что-то подешевле, но при этом стильное, модное, современное. Вот. Опять же, тот же вот Алиэкспресс, это вообще, наверное, отдельная тема, я, кстати, ни разу еще пока не заказывала там, но посмотрела, что даже очень такие знаменитые крупные блогеры там тоже заказывают одежду, и она очень классно смотрит, стильно. Поэтому, конечно, нужно смотреть, копошить, зачитать комментарии, пробовать методом проб и ошибок, но я думаю, что можно тоже очень много там интересного всего найти, очень красивого, стильного и по очень низкой цене, мне так кажется. Что касается секонд-хендов, сейчас тоже стали модны такие видео, там, что я купила в секонд-хенде, даже раньше это прям было модно, но время, я помню, там одеваться, когда это там считалось тревно, в общем, были всякие разные времена. Вы знаете, что касательно меня, я не хочу одеваться в секонд-хенде, даже не говоря про то, что там, не знаю, не круто или еще там что-то, это опустим, это мне не каждого, но мне важна энергетика вещи, и я не знаю, с кого сняли эту футболку или джинсы, может, там грохнули кого-то на улице, знаете, принесли дорогую одежду в этот секонд-хенд, может, еще что-то, то есть, не знаю, может, у этого человека была энергетика плохая, и мне, ох, у меня ресницы сливаются, можно, конечно, тысячу раз постирать вещь, мне кажется, но вот эта энергия, ведь почему-то мне такая, что она не отстирается, она остается, и даже я помню раньше, одно время, когда я еще жила в Челябинске, была такая фишка, что можно обмениваться вещами, там, аксессуар, знаете, какая-то была тема ВКонтакте, я несколько раз так делала, но потом эти вещи, нет, не вещи, я там, сережки какие-то у меня были, мне даже не хотелось носить, я, в итоге, так их выкинула, вот если что-то я меняла, буквально несколько раз, я вот не могла носить все равно, но даже одно дело, когда вам подарил там родственник или ваша подруга, там, да, это одно дело, но когда вы не знаете, с кого это вообще все сняли, и что за судьба этого человека, мне не хочется носить такие вещи, и я считаю, вообще, конечно, что лучше новая вещь, пусть она будет дешевой, то есть лучше купить, опять же, в H&M футболку за 5 евро, чем купить, там, Шанель 20-летней давности, но в секонд-хенде, для меня это так, все-таки, я думаю, что... И даже вот эти вот барахолки, где продают брендовые вещи старые, ну, вы же тоже не знаете, с кого они, потому что, мне кажется, не очень многие богатые люди понесут свои вещи в секонд-хенд, или их раздарят, или на благотворительность куда-нибудь продадут, не знаю, то есть тоже, короче, сомнительного происхождения все вещи нет, но, в общем, это как-то вот не для меня, я для себя не хочу никаких секонд-хенд вещей, я хочу что-то новое. Еще очень, кстати, бюджетный вариант, можно сделать одежду самим. Во-первых, это уже полнейший эксклюзив, и приятно, что вы складываете свою работу, свое время, да, например, я на лето начинаю частенько взять какие-то топы себе вязаные, если умеете шить, можно сшить, я не особо это делать умею, и нечем, вот. Мне кажется, тоже очень бюджетный вариант, как правило, получается дешевле, чем покупать, тоже, конечно, да, все зависит от того, какая ткань или что, но, я думаю, можно сделать так же бюджетно. Когда-то я даже читала где-то такую фишку, что можно устраивать вечеринки с подругами, где можно меняться косметикой, бижутерией, одеждой, которая вам не подошла, надоела, просто внизу выкладываете, приходите, собираете, девчонками болтаете, общаетесь и обмениваете с вещами, у вас появляется какая-то новая вещь, при этом вы знаете, от кого она, вы знаете этого человека, что с ним все в порядке, он хороший, добрый человек, например, и может быть в этом тоже что-то есть, опять же, не нужно тратить лишние деньги и получить что-то новое, модное, стильное, что вам понравится. Ну и опять же, если вы блогер, у вас есть еще один вариант, это посотрудничать с какими-то фирмами, которые будут присылать вам одежду бесплатно, тогда вы тоже можете выбирать стильную одежду, при этом вообще ничего не тратить. Такие варианты тоже есть, к сожалению, пока на меня они не работают, потому что я все-таки еще маленький блогер, начинающий, так сказать, вот, но если вы супер успешны, то вряд ли вы смотрите это видео, но вдруг, вот, тогда у вас, конечно, вообще респектуха, вам повезло, надеюсь, у меня тоже скоро будут, да, такие сотрудничества, чтобы мне прислали одежду, я прямо этого жду, не дождусь, если честно. Вот, ну, в принципе, вроде бы это все мои идеи, по поводу, как одеваться стильно и недорого, а вообще, кстати, если вы сомневаетесь по поводу своего стиля, если у вас проблемы, конечно же, помимо того, что вы можете там взять стилист и все такое, то есть я понимаю, что не каждый может позволить, мне кажется, что я частенько захожу, например, когда я не знаю, какой-то аутфит, как себе сделать, захожу в Pinterest, набираю, например, например, я хочу одеть белые джинсы, да, надеть, я пишу там, белые джинсы, аутфит, там, да, или на английском, и он мне выдает какие-то аутфиты, то есть можно с этих аутфитов подобрать что-то подобное из своего гардероба и также надеть, и, да, если вы своему вкусу не доверяете, можете подсмотреть где-то, спросите у подруг, как вам нравится такой лучок на мне, вот, поэтому, надеюсь, ответила на ваш вопрос и про бюджетно, и про стильно, так что, да, мои основные фавориты, как бюджетно одеться, это, конечно же, интернет-магазины, где постоянно есть скидки, это просто сетевые магазины, где также есть постоянно скидки, и магазин Праймер, скажем, как для меня вот здесь, если мне что-то очень срочно нужно новенькое надеть, у меня вообще совсем нет ни копейки денег практически, могу туда пойти и что-то там найти, если вот совсем уже прям бюджет никакущий, и, кстати, тоже недавно слышала еще такой вариант, что можно покупать зимнюю одежду летом и летнюю одежду зимой, что они тоже, ну, это все знают, да, вне сезон все гораздо дешевле продается, так же на распродажах, как правило, вот такой вот еще есть вариант, вот, надеюсь, может, кому-то чем-то вдруг помогла, если нет, извиняйте, да, напишите мне ваши способы, как можно экономить, покупать более, да, недорогую одежду, но очень стильную, так же будет очень интересненько, и всем желаю, чтобы ваши желания сходились с вашими средствами, и чтобы вам, да, все моглось, что хотелось, если как не нравится, потому что, конечно, когда мы на шопинге, нам что-то хочется, нам очень не нравится говорить, тебе нет, девчонки, наверное, вы понимаете, о чем я говорю, короче, ладно, вот, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, на мою группу вконтакте, на мой англазичный канал, и увидимся с вами в следующем видео, всем пока, люблю, целую, поднимаю.